Нет маски, будет штраф. В Ульяновске ужесточили проверки общественного транспорта на предмет соблюдения масочного режима в период очередной волны новой коронавирусной инфекции. При этом в случае нарушения накажут и водителей, и пассажиров. Вместе с работниками городской администрации и сотрудниками ГИБДД в рейд сегодня отправилась и съемочная группа программы Вести Ульяновск. Добрый день, проводим контроль профилактических мероприятий по соблюдению режима повышенной готовности. Подобная картина становится для Ульяновска привычной. Сотрудники городской администрации ежедневно проводят рейды, цель которых проверить соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Особенно в часы пик, когда пассажиров достаточно много и о соблюдении социальной дистанции по понятным причинам не может быть и речи. А вот те, кто забывает или не желает носить защитную маску, все еще встречаются. Хотя их число постепенно снижается. Кто-то позитивно, кто-то негативно настроен к перчаточному масочному режиму. Но работаем над этим, убеждаем, чтобы люди все одевали маски, что коронавирус. При этом, как отмечают контролирующие органы, не обходятся и без серьезных санкций. Например, прямо в ходе рейда сотрудники ГИБДД отправились в погоню за водителем автобуса, который находился за рулем без маски, вопреки установленным требованиям. Но и другим нарушителям грозят санкции. Особенно, если это не первый протокол. Причем штрафы весьма серьезные. За первое правонарушение от 1 тысячи до 15 тысяч рублей, за повторное от 15 до 50 на физических лиц. Юридические лица, соответственно, санкции намного выше, там от 50 до сотни тысяч рублей. Практика уже у нас такая есть. То есть мы уже привлекали неоднократно юридических лиц и водителей за несовыдение масочного режима. В связи с непростой эпидобстановкой пассажиров теперь также штрафуют, а не только предупреждают. Уже выписано несколько десятков протоколов. И порой только непопулярными мерами удается убедить соблюдать масочный режим в период распространения COVID-19. Болезни коварной и опасной. Елена Тимунина, Игорь Кранцев, Сергей Свешников. Вести. Ульяновск.